Брянск в числе других российских регионов представлял нашу страну как уникальный край для реализации культурно-туристических проектов. Во время форума итальянские и российские регионы рассказывали о территориях, подчеркивая изюминки своего края, подготовили презентации инвестиционных возможностей в области туризма. Российскую Федерацию в мероприятиях в Италии представила делегация Минкультура России, Федерального агентства по туризму МИД России, Российского союза туриндустрии и крупнейших музеев деятелей культуры инвесторов. От Брянской области форум посетили директора государственных музеев, областного художественного музейного выставочного центра и историко-литературного музея усадьбы «Овстук». Мне, конечно же, интересовал тот туристический маршрут, участником которого становится и Брянщина. Это маршрут «Русские усадьбы». В этом направлении работа уже проводится. Центром этого маршрута в данном случае является Ясная поляна. Проектом «Русские усадьбы» был снят фильм, представивший зрителю родовые имения русских классиков глазами иностранца. Там показан пример погружения туристов в атмосферу прошлого. Показали даже те пути, варианты, методы, способы, как увлечь, как сделать для туристов интересным пребывание в усадьбе, чем наполнить его пребывание помимо традиционной экскурсии по дому-музею. Это действительно возможность окунуться в атмосферу быта усадебного XIX века, ощутить на себе отсутствие, наверное, сегодняшнего мира технологий и скоростного этого режима и найти те ощущения, которые сегодня ищут. Для реализации проекта «Русские усадьбы» в Овстуге необходимо создать инфраструктуру для размещения туристов. Сегодня нашелся инвестор, который заинтересован в развитии музея усадьбы как туристического объекта. Помимо участия в тематических блоках, делегация из Брянска отвезла в Милан произведения народных мастеров Брянской области. Все то, чем славится и гордится наш регион, было выставлено на экспозиции «Национальный российский сувенир». Открывали форум выступления русских фольклорных ансамблей. Чтобы передать атмосферу миланского форума, конференцию в Брянске украсили выступлением ансамбля «Макоша». Творения народных мастеров Брянщины могут стать основой для неповторимых сувениров, без которых невозможно представить ни один туристический маршрут. Картины на бересте, которые представлены сегодня, это Хомрачевы, Александр и Елена. Это валенки. С валенками мы были одни. Больше ни один регион валенки не представил. Татьяна Жучкова. Безусловно, хрусталь. Отдельный стенд был посвящен дядьковскому хрусталю. Береста. Ну и наша традиционная уже сейчас, на сегодняшний день, это тряпичная кукла Татьяны Ивановны Королёвой и Ларисы Николаевны Новицкой и лоскутное шитьё Татьяны Ивановны Королёвой. По результатам форума было заключено множество соглашений о совместном российско-итальянском культурно-туристическом сотрудничестве. Брянская область также может оказаться в списке любимых туристических маршрутов. События Брянск.